Перейдем к рассмотрению второго подхода к моделированию олигополий – конкуренции по ценам. Классическая модель ценовой олигополии была предложена в 1883 году Жозефовым Бертраном в качестве альтернативы модели Курно. В модели ценовой войны Бертрана, именно так назвали эту модель, каждый из олигополистов видит цены конкурентов и независимо от них принимает решение о своем уровне цены. При этом каждый знает, что весь спрос достанется продавцу, который установит минимальную цену. Если таковых будет несколько, спрос разделится между ними пором. Для случая дуополии формализация модели будет следующей. Интерпретация проста. Первая фирма видит цену конкурента P2 и выбирает одну из трех опций. Если она устанавливает более низкую цену, то захватывает весь рынок, получая спрос Q целиком. Если цены совпадают по 1 равняется P2, то рынок делится пополам и фирма получает половину спроса. Если же пытаться продавать продукцию дороже, чем конкурент, то все покупатели достанутся этому конкуренту. Поскольку при любых ценах, которые превышают предельные издержки, получить весь спрос выгоднее, чем его половину, оптимальной стратегией является удешевление продукции с целью захвата рынка. Очевидно, что конкурент не захочет мириться с такой ситуацией, тем более, что он тоже имеет возможность снилить цены, переманить покупателей и обеспечить себе максимальную прибыль при данных условиях. Итогом является неожиданный вывод, называемый парадоксом Бертрана. В ценовой дуополии с симметричными фирмами равновесие достигается при продаже продукции по издержкам. Обе фирмы не в состоянии обеспечить себе положительную прибыль, производя однородную продукцию. Пытаясь заработать, фирмы, по сути, разоряют друг друга. И именно этот результат мы уже приводили, изучая экономическую интерпретацию дилеммы заключенных. Если фирм будет больше двух, то ничего не изменится. Все они в едином порыве снизят цены до уровня издержек. На радость покупателям. Единственный случай получения положительной прибыли в модели ценовой войны реализуется тогда, когда среди производителей есть одна единственная, это важно, фирма с более низкими издержками. В этом случае она устанавливает максимальную цену, блокирующую вход на рынок. На эпсилон меньше издержек ближайшего конкурента. И ждет, когда эти конкуренты разорятся. Если бы парадокс Бертрана являлся итогом взаимодействия на большинстве олигопольных рынках, то не получая прибыли и истощив свои ресурсы в длительных ценовых войнах, крупные фирмы перестали бы заниматься производством, а рынок олигополии прекратил бы свое существование. Однако, эмпирические исследования показывают, что увеличение концентрации в отрасли положительно сказывается на ценах. Только ли сговоры являются тому причиной? Или есть иные способы объяснить выход из парадокса Бертрана на практике? Такие объяснения действительно есть. Первым вариантом является учет динамики. Фирма, прогнозирующая ситуацию хотя бы на шаг вперед, должна понимать, что заработав двойную прибыль сегодня, она заставит конкурента снизить цены, а значит все будущие прибыли будут ниже сегодняшних, причем уже навсегда. Если эти будущие прибыли важны, то вести ценовую войну не следует. Второе объяснение, оно дается в модели Эджворда, связано с ограниченными производственными мощностями. Если фирма, снизившая цену, не может покрыть весь спрос своей продукцией, то конкуренту может быть выгодно установить монопольную цену и работать на остаточном спросе, а не продолжать разрушительную ценовую войну. Правда, статического равновесия мы в этой модели не увидим. Производители будут долго снижать цены, а потом с скачком выводить их на монопольный уровень. Наконец, третий подход связан с тем, что очень натянутым является предположение о том, что все покупатели одномоментно переходят к продавцу с минимальной ценой, даже если разница составляет всего рубль. В реальности более дорогие фирмы оставляют часть своих клиентов, если разница в ценах находится в разумных пределах. В курсе микроэкономики промежуточного уровня будет целый модуль, посвященный олигополии без сговора. И там мы более подробно разберем приведенные и некоторые другие модели. Ну а в рамках базового курса нам осталось проанализировать последний тип рынка – олигополию со сговором.